здравствуйте приветствую вас на канале мир модной одежды сегодня из этого видео вы узнаете как можно обновить свою старую вещь которые уже вышли из моды как сделать ее снова модной и современной подписывайтесь на мой канал ставьте лайк делись ссылка с друзьями сегодня мы будем перешивать давать вторую жизнь старой кофте она старая по возрасту но трикотаж это трикотаж натуральная шерсть очень мягко очень нежная у нее просто вырез такая горловина полукруглая нам не надоело и земли вещь теплая из такой горловины не очень комфортно ходить поэтому я хочу ее переделать дать вторую жизнь это вещи для этого для этого мы удалим обтачку здесь сделаем уберем все обтачки мы отпороли обтачку обязательно от утюжили все от утюжили потому чтобы все было ровненько гладенько теперь складываем замещаем и и и и и и скрепила, здесь конкретно на себе хоть где-то столько углов я могу сделать, Можно сделать по прямой, по линейке. Поскольку мы будем вставлять воротник, здесь можно и побольше сделать. Там все перекроется. Смотрите, после того, как мы отрезали, у нас мало того, что этот трикотаж тянется, здесь еще косина, поэтому мы на машинке проложим строчку вдоль всех швов. Вот здесь это будет закрепляющая строчка, которая не даст возможность растянуться. Длину строчки, в тот момент, когда мы ее прокладываем, она может растянуться. За одну нитку мы подтянем на нужный нам размер. Обязательно левая половинка, чтобы по размеру совпадала с правой. И спинка, чтобы тоже не разъехались плечи. На себе просто примеряем, какого размера. И на такой размер стягиваем эту строчку. Черное, на черном, плохо видно. Сейчас мы подложим ту ткань, из которой мы будем делать воротник. Из этой ткани мы будем делать воротник. И вот такой вырез у нас получился. На черном не видно, вот нитки. Проложила строчку, подтянула ниточки, закрепила их. И теперь больше растягиваться не будет. Теперь такой размер сохранится, какой нам нужен. Теперь нам надо померить длину ворота, всего этого ворота. Здесь у нас две такие длины. Складываем и проспинка. 82 сантиметра. Это лично у меня, что получится у вас. У вас свой размер. Уже давно я ее не ношу. Но будет эффектно. Сейчас будем выкраивать воротник. Он будет состоять из двух половинок. 82 пополам 41. Каждой стороне 41 сантиметра. Выкраиваем воротник как можно большей высоты. Все заколем, чтобы ткань не ерзала. Только просить на друга. 41 это половина. Но пополам 20 с половиной. 20 с половиной сантиметра подкладываем. Оставляем припуск на шов и вырезаем. Вот эти двери выворачиваем и сшиваем. Забыла сказать, что шьем мы трикотажной иглой. Если у вас обычная машинка, не оверлок. Швейте на обычной машинке. Ставите на зигзаг. Шаг мелкий. Ширина зигзага тоже очень мелкая. Такой шов будет давать возможность растягиваться. И нитка лопаться не будет. И теперь игла обязательно трикотажную. Обязательно. После того, как мы прострочили этот шов, обязательно его разглаживаем. Теперь наша задача положить это пополам. И для дальнейшей работы нам лучше этот край симпатик. Чтобы края не расходились. Ну вот, воротник у нас готов. Кофта у нас готова. Теперь мы поступим следующим образом. Нам надо решить. Вот так это длинно. Поэтому частью воротника забираем с клапки. Так, оставляем здесь. 15 сантиметров оставим. И от этого места начинаем пришивать. Далее мы пришиваем эту часть вдоль всего. Вдоль всей блузки. Пришим. И закончим вот здесь. Вот таким образом. Для того, чтобы нам пришить. Вот здесь у нас 1 сантиметр. И будет линия шва. Здесь мы разрежем до линии шва. И будем пришивать прямо в этот угол. Здесь у нас надрезано. И оставляем сантиметр с этой стороны. Сантиметр с этой. Вот она точка. И пришиваем ее. Смотрим вот это. Тоже округлый сантиметр. Переметаем по всей ширине. По всей округленности. В эту сторону мы откладываем 15 сантиметров. Когда мы здесь надрежем, у нас развернется эта линия очень хорошо, легко. И начнем здесь приканывать. Ну, складочки мы потом я вам просто показываю. Складочки потом сделаем равномерно. Вот правильно. Вот таким образом. И еще одна складка. Здесь делаем насечку до линии пришила. Надо быть аккуратным. И смотрите. Все, вот он город. Развернулся. Можем спокойно пришивать. Принутали. Строчим. Когда будем пристрачивать, строчим. Доходим вот точно в эту точку. Немножко разворачиваем и строчим дальше. И тогда у нас здесь будет очень красивый уголочек. Я надеюсь, что все понятно. И вот таким по кругу и точно так же завершаем здесь. Ну вот. Мы наметали. Вначале мы приметали одну деталь. Обошли. И здесь вот они получаются. Одна деталь. Внутренние детали. Верхняя деталь. И здесь внутренний деталь. И верхний. Это мы тоже присобрали. Когда мы будем строчить. Строчим. Прикотажной иглой. На машинке. На зигзаге. Мелкий зигзаг. Мелкая строчка. Доходим до этой точки. Я вот сюда. В угол. Поднимаем лапку. Разворачиваем. И начинаем строчить дальше. Ничего страшного. И получится красивый уголочек. И вот у нас такой воротничок будет. На ковте. Мы все пристрочили. Получился вот такой воротничок. Теперь мы украсим. Пришьем здесь три пуговички. Пуговички мы будем обтягивать этой же салью. У нас такой воротничок осталось. И мы обтянем этой тканью. Для изготовления обтянутых пуговиц. Нам понадобится три пуговицы. Одинакового размера. Одного размера. Плоские. Мы из этой ткани вырезаем кружок диаметром. Который в два раза превышает диаметр пуговицы. Далее. Для изготовления пуговиц. Основным татом понадобится у нас три пуговицы. Поэтому. Три кружочка. Из этой ткани. Диаметром. Два раза превышает превышающий диаметр пуговицы. И три кружочка диаметром с пуговиц. Делать будем. Через край. По всему диаметру. Собираем. Сейчас вот такой мешочек. Вкладываем. Куговичку. Втягиваем. И теперь. Начнем затягивать. Теперь берем маленький кружочек. И зашиваем этим кружочком. Зашиваем. И зашиваем. Круг. И зашиваем. И зашиваем. И зашиваем. Увидимся. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok